Ребята, приветствую вас. В комментариях под выпусками очень часто проскакивает тема алкоголя и сигарет. Как привычек, от которых следует отказаться или сложно отказаться, которые мешают. Я хотел бы поделиться с вами своими соображениями на этот счет. Конечно, как всегда, я философски возьму чуть шире. И мне кажется, что те из вас, кто задумывается над вопросами алкоголя и сигарет, найдут что-то полезное для себя. Причем я не буду вам высказывать какие-то категорические суждения сейчас, категоричные. Мол, осуждения и слабоволие. И такие ярлыки не буду здесь вешать, потому что я сам вырос в семье, где и папа, и мама, и дед. Бабушки нет, деды мои, и папа с мамой, все курили. И по мужской линии выпивали, конечно. У отца вообще проблемы с алкоголизмом были очень серьезные. И запой, и я видел все это, я понимаю, что это такое. Ну и сигаретный дым был вокруг меня все время. Осуждать родителей – это последнее дело. Я своей семьей горжусь. Моя семья дала мне настолько много любви, заботы, знаний. Вложила в меня так много, что осуждению здесь нет места. А вот попытка понять всегда была. Поэтому с этой точки зрения и буду с вами делиться. Прежде чем перейду к теме, напоминаю, что в этот понедельник будет неделя, в течение которой мы с вами можем пообщаться на философские темы. Это мой проект «Шесть важнейших жизненных настроек». В этих аудиоэфирах прямых, по-первых, у нас с вами происходит диалог. И я делюсь каждый эфир одной фундаментальной философской истиной, а точнее настройкой мировосприятия. Потому что мир, отображаясь в нас, конечно, такое ощущение, что просто хочет нас травмировать. На самом деле это мы себя травмируем. Потому что воспринимаем вещи не так, как могли бы воспринимать. Я не говорю, что это легкая задача. Тысячелетиями человечество трудилось над тем, чтобы понять эти вещи. Так зачем нам изобретать все с нуля? Давайте возьмем знания, обилия философских школ и систем. Ведь они пересекаются в нескольких основных точках. Этими точками я делюсь с вами в проекте «Шесть важнейших жизненных настроек». Перейдите по ссылке, просто почитайте об этом проекте. Может быть, вас это заинтересует. Если вы сейчас в поиске и нет внутреннего порядка, вы точно получите крутую почву для размышлений. Итак, 12 февраля уже буквально вот-вот начинается эта неделя. Теперь обратно к теме курения и алкоголя. Я понимаю, зачем нам это нужно, как людям. Кажется, точнее, что нам это нужно. Ведь этот градус внутреннего напряжения нужно как-то сбрасывать. Напряжение, каким бы ты ни был философом, и как бы ты ни пытался, и может быть, даже иногда тебе кажется, что ты понял этот мир, но мир тебя удивит всегда. Нам приходится сложно. Мы для этого приходим в этот мир, чтобы решить некоторые задачи. Мир прекрасен и ужасен. Все в нем переплетено. Чудеса и несправедливости. Дары и травмы. Повод ли это для того, чтобы закидывать в себя то, что тебя травмирует физически? На этот счет, я думаю, у вас нет сомнений, что и сигареты, и алкоголь – это дополнительная нагрузка. Чисто физиологически. С этим мы все согласны. Давайте с этого фундамента, наверное, начнем. Отлично. Те из вас, кто даже не собираются бороться, я, правда, не думаю, что вы этот выпуск стали бы смотреть, но я хочу предложить вам хотя бы одну мысль, просто закиньте в себя. Зачем осознанно это крутое устройство, которое вам было дано, подарено от рождения, вот этот организм, восстанавливающийся, жизнеспособный, генерирующий эту энергию, генерирующий этот восторг в том числе. Ведь восторг – это не только продукт вашего духа, но еще и вашего тела. Этот жизненный восторг, этот драйв, эта энергия, вот это брожение закваски, о котором мы говорим часто, как у Джека Лондона. Ведь это не только духовная энергия, это еще и физический источник у нее есть. Это тебе досталось в подарок. Ты не покупал, ты не заслужил, тебе просто дали. Почему ты наносишь осознанно дополнительный вред? Учитывая то, как вы скажете, ну, жить вообще вредно, безусловно, мы действительно постепенно разрушаемся. Но зачем прикладывать свою собственную руку к этому? Зачем закидывать туда то, что тебе… Вот над этим стоит подумать. Просто подумать, почему я это делаю. В этом есть некий, знаете как, некий корень деструктивного поведения, назовем так, разрушительного, такое саморазрушение. Это, безусловно, внутренний сбой, внутренний изъян непосредственно личной силы или духа. Даже если вы с этим не боретесь, если же вы с этим боретесь уже и думаете, надо бросить, как кто-то тут написал комментарий к одному из последних видео, по-моему, там, где про бар, я рассказывал, все, ребята, в эту субботу я бросил курить. И там сотни комментариев в ответ, что давай там, держись и так далее, или там, просто постарайся продержаться до следующих выходных. Короче, те, кто стараются бросить. Я понимаю, что физиология будет вас тянуть, потому что уже ощущения-то знакомы, и ощущения приятные. Есть зависимость физическая или физиологическая, и, конечно, психологическая сформировалась. Нужно выработать новую точку зрения. По-другому никак не сделаешь. Я готов предложить несколько новых точек зрения. Первую, которую я вам сказал. Ты собственными руками наносишь дополнительный урон. Это странно. Второе. Насчет снижения градуса. Вот этого напряжения. Есть ведь столько других способов. Вот про погружение в ледяную воду мы с вами говорили не раз. Кстати, вы спрашивали, продолжаю ли я. Конечно. Я просто не так часто. Я делаю это один-два раза в неделю, без фанатизма, буквально там на 45 секунд. Хожу в купель здесь неподалеку. И все спокойно. Всегда мое состояние после погружения в ледяную воду всего лишь на 40 секунд. Я просто один раз тихо, спокойно захожу, с головой погружаюсь, сижу под водой. Посмотрите, у меня видео есть. Буквально секунд 15-20 нахожусь под водой, потом спокойно выхожу. Постою немного. Идет вот этот приток тепла. Потом вытираюсь, одеваюсь, ухожу. Все, дело сделано. Состояние после совершенно другое, чем состояние до. Гарантированно, без изменений, всегда, всегда, неизменно. Никаких нет здесь сбоев. У этого тоже есть, естественно, нейрофизиологическое объяснение. Дофамин, там все дела. Я даже не хочу в это сейчас лезть, в эту всю физиологию. Суть в том, что есть другие источники удовольствия. Я понимаю, что когда ты сидишь на работе, после нервного совещания, ты не можешь оказаться в купеле, да? А сигареты вот здесь под рукой, чтобы немножко сбросить это напряжение. Но, ребята, практикуйте другие способы, хотя бы по выходным. И потом способом вымещения. Может быть, вы сможете заместить или вытолкнуть. Просто вот из этой комнаты своей внутренней вытолкнуть вот этот вред через какие-то полезные, приятные, удивительные занятия. Например, беговые лыжи. Но ты не можешь курить и заниматься беговыми лыжами, например, зимой. Ну, потому что ты тянешь в разные стороны. То же самое с плаванием, то же самое с тренировками. Попробуйте выместить. Выместить это значит, ну, заместить, вытеснить. Вот, наверное, правильное слово. Вытеснить эти привычки через какие-то более созидательные и требующие от организма усилий начинания. Такие как тренировки, во всем их многообразие. Следующее. Насчет ясности сознания. Вот тут вообще очень интересный аспект, на мой взгляд. Когда ты принял алкоголь или выкурил сигарету, естественно, вам уже кажется, что у вас не меняется сознание, но оно меняется. У тебя ведь есть автономно все рычаги для того, чтобы поменять свое сознание. Вы часто, кстати, я частенько комментарии вижу, когда вы смотрите на меня и говорите, что Денис точно под мухой, точно чего-то выпил или покурил. И это реально так. Я ничего не выпил и не покурил, но я нахожусь частенько в таком состоянии. Я как будто бы все время под кайфом. Но этот кайф, ну, пока не все время, но довольно часто. Я понимаю, что это выглядит таким образом, потому что я внутренне могу сгенерировать такие состояния. Объяснить, как я это делаю, мне сложно. Это некий привкус мировосприятия. Это на самом деле, опять же, я убежден, что у этого есть биохимическая какая-то основа. Но делается это через сознание. Ясность твоего восприятия реальности – огромное достояние. Кристальность твоего мышления – открытость энергетическая, чтобы впитывать эти чудеса. И фильтровать, конечно, какие-то лишние негативные влияния. Эти все фильтры в тебе через ясность и сосредоточенность. Как вы пишите, ведь дело не только в сигаретах и алкоголе. А, например, вот это пристрастие к соцсетям, новостным лентам, что-то там крутить-крутить этим пальцем по экрану – это же все то же самое. Это то же самое, что сигареты. Это абсолютно лишняя привычка. Но она формируется, и более того, у нее тоже есть нейрофизиологическая основа. Вот эти быстрые фрагменты информации. Когда твое сознание ясное, ты чувствуешь эти влияния, чувствуешь, что это не туда. Знаете, как у меня было в подростковом возрасте? Тогда только-только появились первые компьютеры в школах. У меня как раз в школе открылся компьютерный класс. И, естественно, первые какие-то простейшие эти игрушки. На компьютерах. А у нас же был все время футбол после школы. И вот удивительно. После того, когда ты после школы, например, в девятом классе, поиграл в футбол, у тебя есть определенное состояние, когда ты идешь домой. А тут мы стали играть в эти… На компьютерах какие-то, я не помню, сейчас какие-то первые примитивные игры. И я выходил всегда с головной болью. У меня еще близорукость небольшая была, там где-то минус полтора, минус 1,75. И я, видимо, вглядывался в этот экран, напрягался, там нажимал на кнопки и выходил через два часа с головной болью. И вдруг я уже вот тогда в 15 лет подумал, как-то мне кайфовее идется домой после футбола, чем после компьютерных игр. И подумал, зачем мне это надо, вот сидеть в этой маленькой моей какой-то реальности с монитором, когда вот здесь, например, футбол или что-то еще, тут целый объемный гигантский мир. Естественно, сейчас я вообще мало что знаю о компьютерных играх, понимаю, что там уже целые миры и действительно там много всего. Но, ребята, ничто не заменит, по крайней мере, пока нашей реальности. И вот эти настроечки внутренние тоже нужно в себе всячески стимулировать. Прокатитесь в солнечный день, вот такой, как сегодня морозный солнечный день, там на горных лыжах или на беговых лыжах, на сноуборде. Вы почувствуете то, чего невозможно получить в этом скроллинге каких-нибудь там соцсетей или просмотре сериалов. Ты, конечно, можешь получить какую-то пищу для ума, но дух-то как возрождать? Дух мы возрождаем через вот этот объем, впускай это в себя. То же самое, опять же, и погружение, и спорт. Но я все, конечно, на свои эти все волны вас затаскиваю. В общем, ребят, мое отношение здесь простое. Замещение. Если вам мешают эти привычки, попробуйте все больше и больше. Не нужно осуждать себя, не нужно осуждать других. Просто начинайте потихонечку замещать. И в какой-то момент вы вдруг поймете, что вам это просто не нужно. Вы идейно не нуждаетесь больше ни в сигаретах, ни в алкоголе. И тогда произойдут изменения. Я считаю, что мы абсолютно всемогущи здесь. Всемогущи. Но нужно, чтобы просто пустое место не оставалось. Заместите чем-то. Спасибо вам за внимание. Пока.